Итак, приветствую друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. Сегодня 16 октября, за бортом уже плюс 17 градусов, а время-то сейчас без 10. 8. Что вы ж, мальчишка, не без 10 здесь? Ну, блин, ну без 10, если... Я же не ругаюсь, я же просто говорю, без 10. Без 10. Не без 10, без 10. Ну что, давайте пробежимся по утренним новостям. И кто-то из вас спросил, почему у тебя такое хорошее настроение? Ну, потому что я вчера для себя принял жестокое решение. Потому что я после того, как меня 4 разных компании пригласили в качестве директора по продажам в разные компании. Ну, что-то, знаете, что-то... Как бы общался, блин, хорошие люди, прям, ну, как бы ничего не могу сказать плохого. Как бы теперь есть еще одна компания, которую я буду рекомендовать, если вдруг кто-то хочет устроиться на работу. Я про эту компанию позже сниму. Сюжет. Ну, нормально. Мне, во всяком случае, как бы подход понравился. Прям, действительно, очень круто. Ну, что-то я подумал, подумал. Задолбался я уже всем вокруг зарабатывать деньги и так далее. Поэтому решил все-таки открыть свою компанию. Первые шаги делаем. Все. В общем, решил я открыть свою, наконец-то, компанию. Очень долго решался. Опять же, да, вроде бы, как бы и время не то, сейчас и то, не то. Ну, а куда деваться? Всегда у нас, всегда что-то да не то, понимаете? Всегда у нас, всегда что-то не вовремя. Поэтому все. Решение свое я, соответственно, принял. Поэтому, вот, сразу говорю, ребят, если вдруг нечаянно до кого-нибудь из вас на следующей неделе позвонится помощница и спросит, как у вас дела и так далее, так далее, так далее, будет собрать какую-то информацию, это не говорит о том, что я там, как бы, взял эти контакты, которые у меня есть, которые вы ко мне обращались, и я их там продал, или там я еще, или кому-то отдал, или подарил. Нет, просто решил сделать небольшую работу, потому что, прекрасно понимаю, как бы указали мне на мои слабые места, а слабые места о том, что я все-таки люблю больше работать с новыми клиентами, для меня это интересно, для меня это играет, для меня это... Иногда забываю про старых клиентов, хотя старые клиенты не забывают. Например, мне позавчера моя клиентка с Казахстана, Татьяна, передала просто огромный пакет, там и яблоки, и орешки, и пердежки. Огромное спасибо, огромнейшее спасибо. Я привыкнул, мне там передают, ну, что, а это такой просто огромный пакет занесли, у меня там просто там водили продаж, все аж просто охренели. Говорит, нифига себе, тебе передают, говорит, гуманитарную помощь. Ну, шуткой такой, да, в общем, я тоже всех угостил яблоками, всем понравилось, и все остальное я отвез Наде. Наде тоже осталась довольна, и от Нади тоже огромнейший привет. Поэтому, если вдруг кто-то будет звонить моя помощница и задавать некоторые вопросы и так далее, вы уж будьте культурны, будьте этичны, не посылайте нахер, просто мы хотим немножко по-другому выстроить работу, в том числе и с нашими постоянными клиентами, те, которые, про тех, которых я иногда забываю. В общем, начинаем выстраивать работу, в общем, все поменяется, я думаю, у нас в лучшую сторону, прям в разы. Поэтому решился, 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 еще раз решился. Поэтому у меня хорошее настроение, потому что я вчера это принял, решение в течение одной минуты. Ехали с папой, я говорю, ладно, все, делаем так. А в Сочи провели военно-патриотические игры 20-22 среди студентов. Они стреляли с пневматики, разбирали автомат калашников и собирали даже, даже у одного получилось даже и разобрать, и собрать. Ну и, конечно же, была полоса препятствий, которая называется «В последний путь». Ну и что вы думаете? Конечно же, все прошло красиво, задорно, весело, прекрасно, замечательно. И, конечно же, было первое место. И за первое место угадайте что? Ну-ка, ну-ка, ну давай, 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 ну-ка, давай, угадывай. Правильно говоришь, мальчишка, за первое место у нас получается бесплатная, бесплатная поездка на Донбасс. За первое место, чтобы они теперь смогли подтвердить вот свое первое место в реальных условиях. Они все обрадовались, участники говорят, нифига себе, мы ради этого и участвовали. А вот второе-третье место, они останутся на родине здесь, на России. Хотя и там уже наша родина. Ну, в общем, как бы так. Поэтому, блин, ну вот так вот. На курорте завершилась велогонка. И эта велогонка прославилась тем, что она первый раз была в Сочи, а до этого она была в Санкт-Петербурге. А второе, эта велогонка, еще ее можно назвать проклятие года. Потому что вчера не было ни одного водителя, который бы не проклинал бы эту велогонку. Потому что вчера такие были огромнейшие пробки, такие были заторы, что просто-напросто водители просто офигели, ребят. Я бы просто, понимаете, все проклинали эту долбанную велогонку. Я вам серьезно говорю. Вот не было человек, который бы ее не проклинал. Но так все нормально прокатились по Краснополянскому шоссе. Я даже это видел. А тем временем в Сочи полиция задержала 26-летнего парня после кражи из кассы бар. Залез, украл 8 тысяч и так далее. Тебе говорят, слышь, ты дебил, говорит, что ли? Говорит, вот скажи, пожалуйста, ты, говорит, конченый извращенец, говорит. Ну нахрена, говорит, ты, говорит, украл, говорит, там 8 тысяч, говорит. Ну ты, ты понимаешь, там 8 тысяч, говорит. Устройся заправщиком, ты 8 тысяч собираешь. Устройся таксистом, нахера ты украл? Он говорит, так мне 26 лет. Тебе говорят, и что, что тебе 26 лет? Он говорит, ну мне тут 26 лет, говорит, я, говорит, это, как бы могу уехать воевать. Говорит, а что? Говорит, да через плечо, говорит. Говорит, что, что, говорит. Я, говорит, а сейчас, говорит, я, говорит, просто, говорит, уйду, говорит, по нормальной статье за кражу, говорит. Это такая авторитетная статья, говорит, за нее там даже еще премию дают, говорит, места не столь отдаленных, говорит. И все, говорит, ну все Я, говорит, лучше, говорит, я, говорит, буду сидеть, говорит Чем, говорит, я, говорит, возьму, говорит И пойду воевать специально, говорит, посмотрел, говорит, чтобы там было не больше, говорит До 5000 даже не обратили внимание А свыше там уже как-то страшно А так, вон, всего лишь 8-9 тысяч, говорит, скоммунизил Ну вот пускай меня на год, говорит, упекут, говорит И все, зато я избегу мобилизации То есть самой трансформации Вот так, а что, говорит Ну, говорит, у меня, говорит, денег нет откупаться, говорит Ну, нет возможности Поэтому, говорит, так вот и поступил Ну, бывает, что делать Смотрите, россияне с 21 сентября забрали из банков более 750 миллиардов, миллиардов рублей Более 750 миллиардов рублей Более 750 миллиардов рублей При всем том, что вместе с детьми население, получается, России 140 миллионов человек Да? 140, я думаю, может быть, еще там стало чуть меньше А забрали 750 миллиардов Вопрос Вот вы говорите, в России плохо живут Ну, как так-то? Забрали не 140 миллионов, а забрали 750 миллиардов Опять же, да, забрали, отдали И все Ну, Путин сказал так Ну, хорошо Оказывается, деньги есть Поэтому никто из вас не работает, ничего не хочет Значит, мы что сделаем так, чтобы этих денег не было? Вот как бы так Я думаю, к этому все идет Умные люди забрали деньги из банков и купили недвижимость в Сочи Тупорылые лишаться своих денег Грубо сказал Ну, ребят, иногда вещи серьезные, нужно говорить грубо Извините Везде предземья, ну, значит, предзима А в Сочи теплый, бархатный сезон Сейчас даже еще можно купаться в море Можно загорать и хорошо, и прекрасно Классно, классно А в Сочи приехали участницы конкурса Краса России Когда узнали, что Максим окажется Максим Коломийцев Оказывается горячий, одинокий, красивый, сексуальный Как капля водки чистый мужчина И 50 красавиц Со всей необятой России Будут биться под место Под солнцем Уютное Они будут биться Чтобы можно было завоевать сердце Того же самого Максима Коломийцева Который иногда бывает с цикунишкой И не мог открыть свою компанию на протяжении 6 лет А это взял и решился Во, то первый шаг сделал И теперь в честь этого приезжают Скажут, ну все Сейчас выигран конкурс С Максимом начнем жить И будем жить, как у Христа за пазухой Да, это так Ну ничего, девчонки, вам всем удачи Я думаю, победит Хотел сказать сильнейший Да нет, не сильнейший Победит Хотел сказать мудрейший Не, не мудрейший Короче, победит кто-нибудь из вас Это факт Вот так вот Вот так Депутат Затулин Вмешался в самозапад территории В Сочи Мы в Дагомысе взяли Там забор поставили Говорит, а не должно было быть забора Но соседи настучали И все Соседи настучали И что? И все Все И все Вот мешался Ну не знаю, чем закончится А в Сочи Случайно В курортном городке Вчера Сгорел гостевой дом И мы это все наблюдали Когда ехали с отцом В сторону В сторону Адлера Ну бывает такое А в Сочи ДТП в туннеле Парализовал движение машин И там, как всегда Как бы участвовали Российские старые автомобили Одна из них Это Волга Которая всех порвет А Кубань примет всех Губернатор навестил беженцев Запорожской и Херсонской областей Сказали Ребят Я понимаю, что все Все Херсонщина Все это наше Но там опасно Поэтому без проблем Давайте Переезжайте Все будет хорошо Вот как бы так Ну никто там не знает Вопросы там лишние Ну и мы тоже будем не сдавать Достали из туалета И вышвырнули И вышвырнули Вышвырнули Финская хоккеистка Запомнила эпизод в Сочи Говорит В общем Приехали мы в Сочи Сыграли Хоккеистка Сыграли И что вы думаете Мы проиграли Ну само собой Мы проиграли Мы же финны Где финны Я финн Кто финн Я финн Да как финн Проиграли И что мы пошли делать Как вы думаете Правильно Говоришь мальчишка Мы пошли бухать Тут вопрос Сказал А что девочки бухают А она Еще как бухают Еще больше, чем мальчики Ну ладно И короче, финская сборная по хоккею пошла бухать женская Ну и в общем начали бухать И один из вратарей Вратарь девушка Она взяла и промахнулась И разбила стакан Ну теперь ни у кого не возникает вопроса Почему финская команда проиграла Если вратарь поставить стакан не может Промахивается Как он там шайбу будет ловить Ну и в общем так В итоге что Наши соотечественники Решили финам показать Что без разницы хоккеист не хоккеист Но как бы для самбиста ты артист Ну и соответственно они взяли Что они взяли Прям в сто лет выдернули Эту девочку, которая блевала Там все заблевывала И она Насмотревшихся Немецких фильмов Ну как бы Европа Она думает, она знает Она думала, что Ну блин, ну максимум Что ее там Ну поимеют Ну как бы Ну охранники Да, вот за это Да, вот как бы Как это сюжет Да, в немецких фильмах В итоге она осталась разочарована К ней даже пальцем К ней даже пальцем никто не прикоснулся Ее красивую со спортивным лицом Даже охранник не захотел За стакан ничего делать А в итоге взяли просто ее за жопу За жопу Но с другой целью Ее просто взяли И вышвырнули Вышвырнули Со словами Хватит бухать Мразь Вот так вот И она говорит После этого я Говорит, в Сочи Говорит, возненавидела Говорит, действительно Говорит, правильно говорят Что в Сочи Это лучшее место Заниматься спортом Для спорта Сочи идеально А вот бухать Лучше в Питере Потому что Ну Питере Они ближе к нам Мы привыкли В Питере Там всякие там разные Хватает Такие же как мы Такие Давай Ну вот так А в Сочи приехали Абсолютно другие Ну другие Какой-то кавказский менталитет Почему-то им западло Смотреть на Девушек Со спортивным лицом Которые бухают Как лошади Ну как так-то Короче, все Говорит Мы, говорит, бухать будем Только в Питере Там свои, говорит В Сочи, говорит Только будем Заниматься спортом Плохая История такая Ну ничего Ну правдивая Детям Мобилизированных Предоставят Детский сад Без очереди в Сочи Поэтому, ребят Если кто-то из вас Как бы Не может Ребенку устроить В детский сад Ну бывает Что такое Некоторые же У нас такие Которые не умеют Отставить свои Права и обязанности Вы что можете сделать? Ну-ка Правильно Вы можете пойти Добровольцем И за счет этого Вы будете Депрюзанно Мобилизированным И ваш ребенок Благодаря этому Пойдет бесплатно В детский сад Вот так Вот Все И наконец-то В Сочи На Новый год Пустят поезд Горный Классер Который будет Всю ночь Курсировать В новогодние И может будет Ну как нельзя Курсаж Говорю Ну бухать нельзя Бить ничего нельзя В Питере можно В Сочи нельзя В Сочи За спорт А в Сочи Мотоциклист Попал В лобовое ДТП С грузовиком Как вы думаете Кто больше всех Пострадал В этой ситуации? Давайте Несколько вариантов Ответов Давайте Давайте Водитель Грузовика Водитель Соответственно Мопеда Рядышком Люди Которые Пытались Это все Заснять На телефон И Четвертое Это Каска Вот Кто больше всех Пострадал Вот как бы так Ну что Ребята Это в принципе Все основные Новости Новости Я еще раз Повторюсь Если вдруг Кому-то нужны Прикольные Апартаменты В Сириусе Если вы хотите Черновую купить За миллион сто Сегодня последний Кабронирование А с ремонтом За миллион семьсот Где я себе Купил апартаменты То можете Обращаться Ко мне Можете Обращаться Ко мне И будет Все хорошо Прекрасно И мы Вам забронируем Потому что Завтра Дня Ценник Мягко говоря Поднимается Ценник Поднимается Поднимается Вот как бы так Ну а мы С вами что Мы с вами Сегодня Пробежим Кусе Куда-нибудь И Будет Нам Хорошо Заказа Ну в общем Как бы так Сегодня Хочу Немножко Порубачить Вот так Да Я вам говорю Позитивными Песнями Будем Заканчивать Давайте Что-нибудь Послушаем И пойдем С вами Дальше Всем по заслугам У нас все справедливо Звездам эфиры Птицам неба А людям квартиры Всем кто работает Возможность украсть на работе Всем кто против церкови Недорого Свечи на входе Билет в Египет Пятерка в одноклассниках Ру Народным достоянием На кухне подогретый суд Земля крестьянам Газпром Спортсменам Зарплата на карту Дешевеющая нефть Фену Страны И я знаю Уже себя виню Что читаю Слева направо В ресторан Слушайте Ну что-то я это Хотел вам позитивное Поставить А получилось Негативное Да Ладно Мы справимся На самом деле В жизни Все хорошо Все прекрасно Все замечательно Пойду Вот я все-таки Спрошу у водителя Ларгуса Вот есть парковки Да Зачем он стоит Вторым рядом В чем прикол Мне просто интересно Я вчера у этой девочки Спросил Она говорит Что она не умеет Задом сдавать Ну видите Даже у девочек В Сочи Есть такое понятие Отсутствие задней Представляете Отсутствие задней А некоторые у нас Берут Перебываются И включают заднюю А девочка Девочка мне Сказала Я не умею Задом Я конечно Духнулся Но сначала Понял Да Ну как бы Я же Гребаный Зрачинец Иногда бываю Ну думаю Ну ладно Ну не можешь Не умеешь Ты задом Ну не надо Как говорится Не хочешь Не мучай попом Ладно ребят Вам всем Хорошего настроения Всем побольше Позитива Ну кстати Вот Кстати Вот Кстати Перепев был Хороший Давайте Я все таки Верну О давайте Я сейчас Кое что Сейчас Классно Там Классно Перепев Ну как Сколько Между нами Было У тебя Никогда Не просил Посмотри Ведь я Твой сын Чувства Невзаимны Плоть от плоти Часть твоя Но Не могу Этого Понять Почему С такой Силай Все любят Родину Но Не любят Россию Толь Что Не то Всем добра И пока